Приветствую всех братья и разбираем поединок, пока есть время, есть небольшой доступ к интернету. Эрик Андерс против Джун Йон Парка. Начнем со статистики. Эрик Андерс, 22 боя, 15 побед, 8 нокаутом, 5 решением, 2 сабмишином, 7 поражений, 1 нокаутом, 4 решением, 2 сабмишином. Последний свой поединок проиграл Андре Мунизу, до этого расправился со Стюартом. Также проигрывал Йотко и выигрывал у Миршерта, раздельным решением судей. Эрик Андерс, типичный ударник, что можно сказать, неплохой ударник, конечно, но иногда навыков ему не достает с такой более-менее топовой позиции. Джун Йон Парк, его база бокс, 13 боев, 8 побед, 3 нокаутом, 3 решением, 2 сабмишином. Имеет 5 поражений, 1 нокаутом, 2 решением, 2 сабмишином. Грегор Родригес проиграл, он ему свой крайний поединок, что хочется отмечать. До этого выигрывал он Чукви именно за счет своей базы бокса, перебивал. В общем, невероятно интересное противостояние. Но все же здесь, по моему мнению, база бокса должна зарешать в данном противостоянии. На Канвасе Парк ничем не уступит Эрику Андерсу. Это, мне кажется, уж как точно. Извините, что ролики будут короткие, но сами понимаете, люди отдыхают, спят. Вот, значит так, мое мнение по данному противостоянию, Парк, конечно, должен забирать его за счет своей базы, перебивая Эрика Андерса. И мои ставочки, первая ставочка, оба парня крепкие, выдержанные, я думаю, полная дистанция, коэффициент 1,55, победа Парка 1,54. И я думаю, что если Парк забирать, то судейским решением за 2,35. Вот такое мое мнение по данному противостоянию. Вы, конечно же, делитесь своим мнением в комментариях. Еще где-то дней 12 осталось полежать, как минимум, братья. Там уже посмотрим.